Кадыров предлагает россиян, три предупредительных, а потом сразу в лоб, а для так называемых дагестанских митинговальников двойные какие-то стандарты оказываются. Раз, два и отпустили, отпустили тех, кто устраивает массовые антиеврейские погромы. Меня зовут Ирина Узлова и со мной Геннадий Гудков, российский оппозиционный политик. Геннадий Владимирович, здравствуйте, рад вас приветствовать. Да, Ирина, я приветствую вас, приветствую всех, кто с нами в эфире. И, ну, если мы будем говорить про Кадырова и погрома, то, как говорится, вот эта вот ситуация, она, в общем-то, очень интересная. Я вчера был у Катерины Шульма с Максимом Курниковым, они приезжали в Париж. И с чего они начали, и это совпало и с моей оценкой, я уже говорил об этом, сравнение идет, в общем, нет, не сравнение, а ассоциация идет. Ассоциация идет совершенно точная с мятежом Пригоршим. Все, что происходило, очень напоминает каким-то отдельным моментом мятеж Пригоршим. Что главное? Власть путинская, она, конечно, подлая, она, конечно, гнустая, она, безусловно, подлежит террору. Она, безусловно, причастна ко многим несчастьям, которые происходят в мире, в Африке, в Азии, на Ближнем Востоке и так далее. И она использовала антисемитизм как некую объединяющую силу. Ну, поиграть на вот этих низменных чувствах причастности к мусульманам, к каким-то там духовным скрепам и так далее, в общем. И власть заигралась. Оказалось, что накопленный в народе негативный разрушительный потенциал огромен. И им, как говорится, да, и только условия, они сметут всё. Это мы и наблюдали с вами в аэропорту. Это мы с вами наблюдали на всех остальных действиях, митингах, там Карачаро-Черкесия было и так далее. И власть заигралась. И когда она увидела, что вот этот накопленный потенциал готов смести всё, включая её саму, она испугалась. Отсюда выступивший-то там Кадыров, который начал там призывать брать мусульман снова, так сказать, вернуться в стойло, разогнать их по щелям. И начал говорить, что там будем сглоп и так далее и тому подобное. Это от испуга. Волки от испуга вообще скушали друг друга, а тут чё ты не сделаешь. Вот, поэтому, естественно, вот испуг был. А потом они поняли, что всё-таки они, как бы так сказать, не против власти, а против вот каких-то там евреев, на которых натравила власть безумные массы. И они начали сейчас давать назад. И испугавшись, там, пригрозив всеми смертными кармами, потом подумали, ну ладно, вроде нам удалось подавить этот бунт. Вроде там чёрт с ним, с этим магазином, подумали, что захватили аэропорт. Денег у нас много, нам ничего не жалко. Мы будем потихонечку спускать это дело на тормозах. И сейчас они дают там по три, по пять суток посидеть всем участникам погромов. Это абсолютно массовые беспорядки. Это никакое не мелкое хулиганство. По российским меркам это вообще, так сказать, страшное преступление. Если уж там сажали людей на пять лет за то, что пластиковый стаканчик бросил в направлении полицейского, то это понятно. Это говорит о каких-то двойных, тройных стандартах. И, ну, самое главное, свидетельство о том, что вот вся эта штата показала власть трусливо и абсолютно гнила. И ни на что не опирается. Посмотрите реакцию силовиков. Я ее не увидела, не сразу увидела. Да ее и не было. Они ее, знаете, даже и вздрыснули. Все как один вздрыснули. Потому что они испугались, что их там тоже сметут. В этом мусульманско-радикально-исламском безумном порыве. Они испугались. Куда делись губернаторы? Где были мэры? Кто разговаривал с народом? Да никто. Никто. Никто с народом не разговаривал, потому что они не умеют. Они народ боятся. И они готовы в любой момент сбежать. И силовики, и мэры, и губернаторы, и все прочие-прочие. Чего там Кадыров сейчас просит? Дайте мне танки, дайте мне ПВО, дайте мне больше войск, дайте мне еще дополнительный батальон. Мы их назовем батальонами Шейха Мансурова, который убивал россиян пачками. О чем мы говорим? Говорим, что Кадыров понял, что нужно готовиться к войне. Нужно готовиться к войне, потому что власть гнилая, режим гнилой. И если сейчас что-то полыхнет, то надо отделяться, утаскивать Чечню куда-то там в отдельной плавне. А так как его внутри Чечни самого ненавидят, надо опираться на военную силу, на штыки, чтобы еще продержаться какое-то время и не дать себя свергнуть. Вот, собственно говоря, на вся ситуация, которая читается сейчас в России. Заигрались. Заигрались в антисемизм. И это их чуть ли там не... В очередной раз поставило в унизительное положение. Что оказывается, ребята, вы сталкиваетесь с какой-то силой, вы сталкиваетесь с каким-то явлением стихиным, вы ничего не можете. У вас нет никакой реальной поддержки. У вас нет никакого реального народного доверия. То есть, я говорю, гнилые, вас по большому счету изнутри ткни, и вы развалитесь. Это, кстати говоря, дает нам шанс. Это дает нам шанс на то, что этот режим может коллапсировать, разрушиться, обрушиться и исчезнуть. Вот это тоже такая неплохая новость, в общем, по большому счету, на этом мрачном фоне российского макобесия. У них сейчас происходит такой пинг-понг ответственности. Кремлевские источники некоторых оппозиционных изданий российских говорят, что во всем виноват Кремль, потому что неправильно и сама власть себя вела. А силовики обвиняют Кремль в том, что они неправильную политику проводили, что это они виноваты, что нет никакого контроля над региональными властями. А в то же время власть винит силовиков, что они бездействовали, как это было, тоже сравнивают и с бунтом Пригожина. А на самом деле это нам показало, что все они ровным счетом ничего не контролируют, каждый в своей сфере, по большому счету. И что центральная, что региональная власть, что силовики, они просто не знают, как реагировать на такие вызовы. А вот знаете, у меня какая-то уже ассоциация, я сейчас уже начинаю мыслить ассоциациями. Если вы помните курс физики в школе, самые первые уроки, первый год, когда физику в школе вводят, показывают устойчивое равновесие и неустойчивое. Помните такой опыт, эксперимент? Вот шарик лежит внутри такого полукруга, он лежит устойчивый, это устойчивое равновесие. А если вот этот шарик находится где-то там на каком-то моменте, круг в другую сторону, и он там вот вверху, он держится там какое-то время, ну и вот к нему он тут же сваливается и исчезает. Вот я думаю, что власть России – это вот состояние неустойчивого равновесия. Любой вот такой серьезный хороший пинок, ободряющий, так сказать, толчок, приводит в действие механизм, который власть могут сместить. Вот я считаю, что состояние российской власти – это состояние неустойчивого равновесия в физике. И вот поэтому есть надежда, что кому-то удастся толкнуть этот шарик, и он исчезнет навсегда с этой верхушки. Когда вы говорите, что Кадыров понял, что надо готовиться к войне, действительно ли он будет тогда только о своих беспокоиться, интересах и о контроле своей власти в Чечне, и даже, возможно, если надо будет, не поддержит Кремль, а пойдет против. Как это, как это, как это, вы мне такой вопрос задали, вывернули. Будет ли Кадыров заботиться только о себе? Да он всегда только о себе заботился. Это вопрос неправильный. Кадыров всегда отставил только свои интересы. Никогда он никаких других интересов не отстаивал. Он заботился о себе, об укреплении своей власти. Он хотел прибрать к рукам большую часть Кавказа, чем он контролирует сегодня. Но там в результате сопротивлений различных и довольно жестких действий ему это не дали сделать. Вообще Путин сначала был не против, если бы Кадыров начал больше контролировать Кавказ, как он говорил тогда. Но потом его переубедили, что это делать нельзя. И Кадыров сейчас ограничивается Чечнёй Чечнёй и работает только на себя. Вообще у них соглашение с Путиным такое. Я там держу каким-то образом, в самом же жестокости, невероятной, так сказать, звериной жестокости, удерживая народ на Кавказе, вот чеченский, в рамках, загоняя его в щели, в стойло, под ковёр, куда угодно, а ты мне за это деньги платишь. Вот она вся договоренность. Вы что думаете, что Кадыров действительно работает на какие-то федеральные интересные, на какую-то Кремль? Нет. Такая негласная договоренность по умолчанию. Ты мне Кавказ держишь, как я много тысяч раз слышал фразу, когда говорил Путин обиженным каким-то товарищам, к нему приходили, на Кадыров жаловаться. Они потом передавали через напрямую или нет, через своих сотрудников, подчинённых, товарищей, что Путин говорит, ну вы тут не вяпьете, потому что Кадыров не Кавказ держит. Ну вот это договорённость за деньги. Кадыров, по-моему, держит вот этот Кавказ в виде Чечни, а Путин за это платит деньги. И деньги хорошие. И не просто платит деньги, а ещё помогает держать Кавказ силой вот эти батальоны, вот это оружие, вооружение и так далее. Поэтому там в Чечне чудовищный разрыв между теми, кто на федеральных деньгах перед их. Там же каждый получающий, так сказать, деньги, откладывает часть, отстёгивает часть денег фонда Кадырова. Вы уже знаете, наверное, это, да? Поэтому там кто вот на бюджетных деньгах сидит, они там шикуют, они там, как эти живут, короли и шейхи. А все остальные сосут лапу, не сказать, ещё хуже. Вот поэтому, ну, собственно говоря, вот такова сейчас власть в Чечне. Она держится за счёт федеральных денег, она держится за счёт этих договорённостей. Путин понимает, что если он перестанет давать деньги Кадыров, что-то там произойдёт малоприятное для него. Вот, собственно говоря, такая система неустойчивая. Опять-таки, возвращаемся к физике пятого класса. Неустойчивая система равновесия, неустойчивая система равновесия, в которой находятся отношения федерального центра и Чечни. Что-то произойдёт, и пошла-поехала, так сказать, всё там рухнет. В первые буквально дни и часы после масштабирования дагестанских погромов, которые начали очагово возникать, и апофеоз мы увидели в аэропорту Махачкалы, российские военкоры забеспокоились, что такой протестный потенциал, скажем так, это они его так называли, он может, как и мы говорим, со временем перерасти в нечто большее, не против евреев, а против самой российской вот этой неустойчивой власти. Но какой триггер здесь может послужить тому, дабы эти протесты перерасти в какие-то политические потрясения уже непосредственно или для местных властей, или для кремлёвской верхушки? Я в последнее время говорю об этом часто, вспоминаю часто. Есть такая известная, читаемая всеми школьниками, книга, роман Геврета Уоллса, называется «Война миров». Она там экранизирована много раз. Если помните, там нашествие марсиан на Землю. И марсиане оказались там технически, технологически более подготовленными, земляне ничего не могли сделать с ними. И потом вдруг они исчезли. Установив там жесточайшую власть, режим, исчезли вот эти марсиане. Вы не помните, от чего они умерли? От чего они погибли? Они погибли от насморка. Он оказался для них смертельным. Вот у меня такое впечатление, что путинский режим погибнет от насморка. Вот что-то будет такое, что мы с вами даже предсказать не можем. Вот, например, тот же погром в аэропорту в Махачкале. Мы с вами не могли его предвидеть. Не могли. А он потряс. По крайней мере, Кавказ совершенно точно. Да и, в общем-то, по большому счету, Путину показал, что власть его чрезвычайно нестабильна. И вот я все время думаю, что я теперь говорю, что... А мне кажется, что как и у Гебрета Уоллса, вот этот жестокий, кровавый, кажется, мощнейшим, так сказать, и прочнейшим режим помрет от насморка. От какой-то ерунды. От какого-то повода, от какой-то эмоции, которую взорвет Россию. Я могу быть неправ. Могу быть неправ. Но мы, конечно, делаем все возможное, чтобы это произошло врушение режима как можно быстрее. Это наша задача и цель, причем письменная, изложенная и закрепленная в Берлинской декларации, там прямо написано, что помимо того, что путинский режим преступен и легитимен, он должен быть ликвидирован. И это наша не только цель, но и призыв к Западу. Да и к Украине тоже, в общем-то. Я имею в виду с точки зрения ликвидации путинского режима как угроза мира. Как итог войны. Поэтому мне кажется, что путинский режим вполне способен, как и марсиане, вот эти жестокие, установившие свою власть на земле, погибнуть от насморка. От какого-то насморка. Ну вот, будем на это ждать, надеяться и все готовить. Путин искал какого-то паука, во всем обвинил Соединенные Штаты Америки, их сателлитов и украинские спецслужбы. Это, конечно. Как вы думаете, может, он Бэтмена любит просто? А он никого не любит. У нас, так сказать, и мы, а когда Обама был, тоже ведь, она же была в России самая популярная шутка, опять Обама, значит, наши подъезды и лифты. Лично, так сказать, по ночам приезжает в Россию и этим делом занимается. Вот, во всем виноваты американцы. У россиян во всем виноваты американцы и украинцы. Ну, украинцы почему-то поближе, тут есть, как говорится, на кого кивать. у армян, то есть, азербайджанцев, у азербайджанцев, армяне, у арабов, евреи, у Ирана, неверные, и так далее. То есть, всегда нужно найти кого-то, который прикроет свои собственные провалы, чудовищный непрофессионализм, безграмотность, неспособность к созиданию, отвратительный, безумный характер власти, который разрушает страну и уничтожает народ. Вот всегда нужно найти врага внешнего, потому что это привычка, это делают все диктаторские, авторитарные режимы. Ну, вот у Китая, например, который авторитарный режим, слава богу, пока еще может быть не тоталитарный, в таком худшем смысле этого слова, но очень близко стоящий к этому, у них во всем виноваты американцы. Вот этот антимериканизм является точкой сближения России и Китая, кстати говоря, совсем недавно там был Шойгу на этом 10-м форуме, по военной безопасности. Сеншанских. Да, 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 вот я его плохо название выговариваю. Вот, то есть там как раз они и пели в две дуды, но очень слаженно, какие плохие американцы, какие хорошие. Россия и Китай, которые занимаются укреплением мира, безопасности, дружбы народов и вообще, так сказать, там за мной полярный мир. Поэтому, вот они всегда, диктатура себе придумывает врага, это, как правило, в основном, либо какая-то большая держава, которая, это далеко, она на большом виновата за все подъезды и изрисовывает стенки лифтов, либо это вот ближайшие соседи, на которых нужно напасть за то, что они враги и живут лучше жители, граждан этой тоталитарной страны и раздражают этим самым. Как они еще, что такое, хорошо живут, ни хрена себе, Китай, то есть, Израиль производит ВВП там в 10 раз больше, чем любая арабская страна. И что это они там зажились? 9 миллионов, у них там все есть, медицина есть, социальная политика есть, транспорт есть, доходы есть, все работает, все строится, все, так сказать, развивается. А мы тут копаемся, не потому, что, так сказать, власть захвачена, узурпирована, используется исключительно как инструмент ограбления и угнетения народов. Мы в деревне все надо найти врага, почему мы в деревне? О, как раз евреи виноваты. Почему евреи? Хотя, причем тут евреи, если мы берем государство Израиль, если мне память не изменяет, там 9,5 миллионов человек, из них примерно там полтора, 1,7 этнические арабы. И такие же граждане Израиля, как и... Да там еще этих самых россиян, сколько русских, там украинцев. Сколько волн миграции туда шло. Там русскую речь можно услышать в любое время дня и в любое время суток, в любой точке Израиля. Легко просто. То есть, там смешанный состав. Причем с евреей? Причем с евреей, если там эти евреи, там чуть ли не миллион говорит по-русски. Миллион, если не больше. Там 2 миллиона говорят по-арабски. Ну какая еврейская страна? Ну при чем здесь евреи? Это государство Израиль, многонациональное государство, которое строит демократию, которое имеет демократию. Да, у них есть проблемы, да, у них там есть жесткие споры, да, у них есть внутренние собственные глубокие политические разногласия, и там степень свободы, и степень безопасности, и так далее. Все мы понимаем это. Это высокоразвитая демократическая страна, которая наголову выше всех своих соседей. Вот отсюда и ненависть. Нужно объяснить все свои провалы успехами Китая, и не дать, а, Китай, почему у меня все время, успехам Израиля, и не дать нормальным израильтянам жить. И тем самым мы прикроем, но ненависть нужно направить на израильтян, а не на собственную власть, которая довела народ до демократного состояния. Интересно, как долго такие отвлекающие маневры все-таки могут работать? Ну, две тысячи лет уже точно работают. Я думаю, что еще пять тысяч лет нужно добавить к этому со времен церкви Огороха. Но вот последние десять тысяч лет они работают. Это же типично. Вообще масса не обладает сознанием таким серьезным. Масса легко манипулируется. Массы подаются эмоциям, массы подаются этому коллективному психозу. Всера там как раз было на встрече с Катей Шульманом, она как раз очень подробно рассказывала механизм стадных инстинктов. Очень хорошо объяснила собравшимся, как это работает, причем с научной точки зрения. Этот механизм стадных инстинктов типичен для всех масс, для всех народов. Но так сложилось, потому что по-другому человек бы не выжил в животном мире. Он должен кому-то принадлежать, он должен чем-то гордиться, он должен кого-то бояться и так далее. Вот эти стадные инстинкты, они охватывают все массы. Поэтому массами манипулировать несложно, захватив власть и все медийные ресурсы. Что происходит в какой-нибудь Венесуэле, в Никарагуа, в странах Африки, в Китае, в России, в Иране, в Северной Корее и прочее. Идет бессовестнейшая манипуляция массами, по сути дела уничтожение разумного критического сознания. То есть какая-то часть населения дарена этим даром критического сознания, а большей частью нет. И происходит вот то, что происходит. Оказывается, массами легко манипулировать, захватив власть и средства массовой пропаганды, превращая их в средства массовой информации. Вы очень хорошо сказали. Возьму на вооружение, Геннадий Владимирович, с вашего позволения, средства массовой пропаганды. Так что она и работает, собственно говоря. Но пропаганда, кстати, была тоже обеспокоена. Вот Маргаритка Симоньян была очень взбудоражена и обрадована, когда Кадыров сказал, что с его реакциями, в частности, теми, что нельзя никому чужому позволять разжигать вот эти такие очки ненависти. Это было перед тем, как он сказал. Мы сами должны чиркать спичками, никому спички не давать, спички выдавать по лицензии, только разрешать в разрешенных случаях, разрешенным людям чиркать этими спичками. Ну, понятно. Да, вы не туда пошли, ребята. Это не тот погром, вы давайте там вот делайте то, а вы же там практически против власти начинаете выступать, и это не хорошо. Что-то произойдет, что они не смогут контролировать и не смогут удержать. Ну, как я говорил, что помрут от нас только. А видите ли вы выгодополучатели от этой истории? И кто, по-вашему, Геннадий Владимирович, все-таки мог вот те сообщения в канале «Утро Дагестан» распространять, инициировать? Не просто так они тоже возникли? Ну, там же этот, говорят мне, такой талантливый пиарщик руководит этим каналом. Абак, Абак, Абакаров, что ли, как Абак, Абаков, не знаю. Что-то случилось. Да, уже появилась вчера большая статья на эту тему. там всеми фамилиями, данными, паролями. В Турции канал сидит. Вот этот «Утро Дагестана» он в Турции. И оттуда вещал. Собственно, и продолжает вещать. Там мы отдаем должное вот этому руководителю, хозяина канала. Он там оказался таким талантливым, ну, в своем смысле это слово, талантливым медичком. Обрел аудиторию. Вот эту аудиторию они в том числе наставили на соответствующие антиизраильские рельсы, на ненависть ко всему не радикально мусульманской. Знаете, я много в своей жизни я уже снижаюсь на их жал на ислам. И сейчас я, конечно, могу сказать, что ислам требует реформации, требует очистки своих главных несущих догм от агрессии и так далее. Но я понял, что дело не в исламе, а дело в захвате власти и превращении ислама в орудие или в оружие. Это вот как вот Чучхе в Северной Корее, так вот ислам в странах арабского мира или какого-то мусульманского мира, когда ислам используется для сплачивания оболваненных масс вокруг обворовывающего, унитающего их правительства. Это вот захват власти. Ключевая причина всех вот этих всех трагедий несчастья с использованием какой-то идеологии это главная причина это захват узурфации политической власти. А дальше будет это Чучхе или будут это русский мир духовной скрепы Путина или это будет война с неверными или это будет еще что-то там расовые какие-то теории. Это не важно. Важно, что причиной этого является узурпированная политическая власть. Нежелание с ней расставаться и найти способы и методы удерживать их бесконечно долгое количество лет или даже десятилетий. Это ключевая причина. А все остальное это гарнир. Ислам, чучхе, какой-нибудь православный кририкализм радикальный, все что угодно может быть. Великое державное величие. Это все гарниры, которые прикрывают главные составляющие этого блюда узурпации. Это узурпация политической власти. Обратите внимание, мы сейчас говорим, что вперед, курица и яйцо. Есть ли мусульманские, условно говоря, преимущественно мусульманские государства, есть ли там демократия? Или наоборот, раз в государстве, где преимущественно население верует, исповедует ислам, где власть узурпированная захвачена, что мы ждем от этого? Ничего ждать не приходится, кроме того, что они будут использовать ту удобную форму обмана, либо это религиозное, либо расовое, либо нациалистическое, для того, чтобы удерживать власти и заставлять бараноподобное население, оно довольно-таки всегда большая часть населения склонна к бараноподобному поведению, а эта часть населения всегда будет поддерживать власть, думая, что врагами являются вот те, кого и называют эти люди, захватившие власть, либо евреи, либо неверные, либо отрицающие русские миры и прочие, или Чучхе, все побеждающие на одном маленьком участке суши, которая превратила страну 26-миллионных в концлагерь, и так далее. Смотрите, а в африканские страны, что-то у них там свое, наверное. Я просто не интересовался, какой Чучхе там Африки. Примечательно также, что Путин ни разу не употребил во время этого 11-минутного публичного открытого перед заседанием выступления слово евреи. Он говорил таты, так называемые горные евреи, а само слово не употребляло. Он это обычно делает, когда боится, как мы говорим. Да, 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 да. Но у меня у меня какая-то мысль, я что-то ее потерял. Он, конечно, прямую ничего не делал. Да, и вот, что я хотел сказать. И вот террор мировой, этот международный терроризм, вот надо отбросить тут тоже все эти маски, там слишком много масок и всяких средств маскировки. Международный терроризм, вот все эти секторы газа, все эти Хамасы, все эти Казбалы, вся эта израмские государства, это не есть субъекты. То есть, у них нет субъектной самостоятельности. Ну, да, то есть, что такое субъектность? Это когда они самостоятельны в принятии решений, своих действий, планирования и так далее. Они не субъектны. Они все на содержании у этих реакционных режимов. Абсолютно все. И мы с вами совершенно четко видим на примере Хамаса. Что Хамас? Хамас кто-то мешал построить нормальные государства, если бы они хотели. Они не хотели. Что, так нельзя превратить сектор газа в международный курорт? Можно, природа позволяет, географическая локация. Прикорода, погода, море, рельефы, ландшафты. Мы же видим рядом, тут же прекрасные курорты стоят в гостинице, огромное количество людей приезжает на пляжи, там есть лечебные воды. Там все есть для того, чтобы организовать нормальный курорт. Мертвое море оттуда организуйте, экскурсии, там же огромное количество заболеваний лечатся водами моря. Ничего они не делают, у них нет такой задачи. Они на содержании. Это содержанки, вот эти все террористические организации, они стоят на содержании реакционных режимов, которые их руками дестабилизируют обстановку своих политических интересов. Вот как раз они ведут войну руками террористической организации. Всякие раны, всякие реакционные арабские режимы, всякие Путины и им подобные. Это взрослые реакционным режимом террористические структуры, не имеющие своей субъектности. Они ни к чему не способны, кроме как к экспорту коррупции. Коррупции тоже. К экспорту террора. Это организованный в мире конвейер по экспорту террора. И это, к этому причастны, повинны и за это ответственны вот эти все реакционные режимы, которые удерживают власть вот именно разжиганием ненависти между народами и провоцированием на террористические войны, захваты, уничтожения и так далее и тому подобное. Ну, мы видим, что творит исламская государство, что это Хезбалла, который... Кремль принимает, официально принимает Хезбаллу. И Хамас приезжает. Да, Хамас фотографии выкладывают. Собрал союзники, собрались союзники. Путинский режим, иранские айтолы послали своего замминистра. И приехал Хамас. Что нужно делать, ребята? Давайте бабки. Мы хотите там еще что-то сделаем. Вот и всего. Так решается вопрос сегодня удержания власти. Буквально минута, пожалуйста, Игнат Владимирович, поскольку вы общаетесь с европейскими дипломатами, чиновниками, не только лиц, что говорят сейчас они, смотря на вот эти массовые беспорядки, этот кошмар, который творится в России. Они сейчас, конечно, больше говорят о Ближнем Востоке, о Хамасе. Нет, но мне кажется, вы знаете, вот мне кажется, что отрезвляющее воздействие оказал вот этот рейд ужасный Хамаса на мир. Все начинают понимать, что не кончится ничего, если они будут играть в поддавки с реакционными режимами. У меня сложилось такое впечатление, что понимание, что нельзя оставлять такие режимы, как путинские, у власти по итогам войны, оно все-таки ширится, вот это понимание. Геннадий Владимирович, благодарю от всей души и отпускаю, спасибо большое, до следующих наших встреч, как всегда интересно. Берегите себя, до связи. Всего доброго. Пока-пока. Пока. Геннадий Владимирович Гудков, российский оппозиционный политик, был вместе со мной, Ириной Узловой. Спасибо, друзья, что смотрели, что слушали. Я надеюсь, вы делаете свои выводы, которые правильные и для вас в частности. Поставьте, пожалуйста, лайк этому разговору, дабы как можно больше людей могли его посмотреть, послушать. Оставляйте свои комментарии, откуда вы нас смотрите и что вы думаете касательно тех тем, которые мы обсудили. Берегите себя, приходите к нам еще. Победим.